Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы с вами побеседуем опять о местах, относящихся к Святой Земле, но в то же время приковывающихся к себе внимание людей во всем мире. И немножко разъясним, может быть, какие-то недоумения, которые возникают в связи с этим у людей, раскроем какую-то историю, которую люди, которые вовлечены в современную новостную повестку, себе не очень хорошо представляют. Поскольку мы собираемся поговорить о древнем и весьма часто упоминаемом в Священном Писании городе Газа, в связи с тем, что, конечно, сейчас имя этого города постоянно находится на слуху. Весь мир наблюдает за тем, что там происходит, но при этом у многих, может быть, наших современников может сложиться какое-то несколько превратное, а то даже совершенно далекое от истинного понимания того, что это вообще за газа, что это за сектор газа. Чаще всего это название именно звучит в таком сочетании, что, в общем, способно сбить человека с толку. Многие не понимают, что это за газы там поделили евреи с арабами, что это за газ там такой у них, и почему, так сказать, для него выделен целый сектор для этого газа. В общем-то, как-то не совсем соотнося это название с, в общем, действительно библейским, весьма древним, таким вот историческим местом, которое дало источник вообще этому названию, этому понятию. Появившемуся, надо сказать, ну, весьма и весьма поздно, то есть, в общем, достаточно недавно возникло это понятие сектор газа, хотя, может быть, правильнее было бы все-таки даже говорить сектор газы, потому что название свое, это область, часть палестинской автономии получила по главному, самому крупному из своих городов, и самому древнему из своих городов, городу Газе. И тут надо говорить, наверное, либо сектор города Газа, либо как-то сектор газы, может быть, все-таки это было бы понятнее, не совсем так вот как-то дезориентировало, сбивало бы людей с толку. Ну, что же это в действительности за такая газа, почему ее сейчас так вот бомбят, и почему она ассоциируется в нашем представлении в основном вот по недавним событиям с политической партией Хамас военной, такой военизированной, достаточно радикальной, которая захватила там власть в этом городе, и почему нельзя сводить, в общем-то, ни весь этот город, ни этот регион, и ассоциировать его только исключительно вот с недавними политическими событиями и с вот таким вот радикальным террористически настроенным мусульманским крылом палестинского освободительного движения. Ну, во-первых, что нужно сказать, это то, что история Газа и вообще как-то статус этого города намного древнее, чем, безусловно, те последние десятилетия, в которые она привлекает к себе вот такое особое повышенное внимание, являясь вот таким очагом политической напряженности. И поэтому, вызывая к себе вот такой вот пристальный интерес порою среди людей всего мира, громко заявляет о себе. Во-первых, это один из самых древних городов Палестины и, можно сказать, что один из вообще таких древнейших городов, в том числе, может быть, и на Земле. С другой стороны, что весьма и весьма важно, это древняя история города Газа, включающая в себя различные периоды. Она, на самом деле, значительный отрезок этой своей весьма продолжительной истории существует, как город, в первую очередь, христианский, город, в котором сосредоточено большое число древних и весьма значимых для православной церкви памятников и священных воспоминаний. Мы с вами увидим в продолжении нашей последующей беседы, что весьма и весьма многие, на самом деле, такие древние святыни и священные события, имена, связанные с Газой, и имеют отношение, имеют ценность, в первую очередь, для христиан. Поэтому христианское такое вот присутствие в Газе, оно сохраняется веками, тысячелетиями, уже не менее двух тысячелетий, может быть, прерываясь на самые краткие какие-то моменты, но, тем не менее, всегда обозначаясь, всегда продолжая пребывать, по крайней мере, какими-то напоминаниями на этом месте. И в значительной степени немалая часть, на самом деле, населения из современной Газы является, по своему исповеданию, христианами, православными христианами. Есть небольшое число, сравнительно небольшое число, конечно, католиков и униатов, в основном, сирийского происхождения, сирийского исповедания, относящихся к сирийским таким вот католическим церквям. Но большая часть, повторюсь, там православного населения — это арабоязычные христиане, которые себя веками отождествляют с православной церковью, являются исповедниками православной веры. И сейчас, к сожалению, под этими ковровыми бомбардировками в городе гибнут, в первую очередь, и древнейшие, ценнейшие памятники христианства, которые находятся в этом секторе, и православные христиане, которые чаще всего, конечно, вообще не разделяют ни ценностей военной вот этой партии Хамас, ни ее, естественно, тактики, ни вот тех кровавых и террористических методов, которыми эта организация пользуется для достижения своих целей. Хотя, конечно, в общем-то, и среди христианского населения Палестины немало тех, кто вполне, надо сказать, к сожалению, и приходится это признать с достаточными основаниями, ну, не является, скажем, мягко другом и доброжелателем вообще государства Израиля еврейского, поскольку, в общем-то, конечно, и от этого государства зачастую видела достаточно много притеснений, гонений, не испытывает к нему, мягко говоря, никаких теплых чувств. Итак, древняя история города Газы насчитывает, в общем-то, намного более чем три тысячи лет, приближается, наверное, к рубежу четырех тысячелетий, поэтому это действительно один из древнейших городов, город, который всегда имел очень большое значение, и первоначально его такое появление, его такая слава была связана, в общем-то, с той торговлей, которая зародилась еще за две тысячи лет до Рождества Христова в будущей земле, обитаванной на ее Средиземноморском побережье. Дело в том, что как раз-таки побережье Средиземного моря, относящееся к древней области, которую принято называть Палестиной, было таким средоточием сразу нескольких очень важных таких вот торговых путей. С одной стороны здесь пролегал караванный путь, соединявший практически все Средиземноморье и его южную часть, и северную, скажем так, условно говоря, и другие части между собою. Этот путь традиционно назывался путем Виамарис, путем моря, поскольку здесь лежали весьма такие значимые для международной торговли тогдашнего времени порты, гавани, и в то же время лежали караванные пути именно по побережью, поскольку здесь в основном вся вот эта узкая такая прибрежная кромка представляет собой долину, удобную для караванных путей, на которой через достаточно такие равномерные промежутки находятся и источники воды, и источники, поскольку эта земля довольно плодородная, источники питания, то есть какие-то плодовые деревья. В общем-то, это была такая действительно самая, наверное, благоприятная для поселения человека часть Святой Земли. Здесь не надо было подниматься в горы, преодолевать какие-то такие существенные препятствия. Здесь был такой вот удобный путь берегом моря, и поэтому здесь с глубокой древности возникают вот такие вот города, являвшиеся торговыми центрами, одновременно ориентированными и на торговлю морскую, и на торговлю караванную. Египет имел, так сказать, вот свою вот такую северную границу, как раз-таки долгое время совпадавшую с вот этими местами, с газы, с побережьем, палестинским побережьем Средиземного моря. Сюда поступали весьма ценные и ценившиеся во всем Средиземноморье товары из Египта. И в то же время здесь многие века пролегал и весьма важный торговый путь, который соединял Аравийский полуостров, то есть побережье Красного моря с побережьем моря Средиземного. Чем был в особенности примечателен этот торговый путь? Ну, главным образом через него в Средиземноморье поступали такие важнейшие совершенно для обитателей всего Средиземноморья, да и не только его товары, как специи и благовония. Именно Аравийский полуостров являлся источником и того, и другого. Ну, специи, правда, в значительной степени поступали в Аравию благодаря торговле с Индией и Китаем, и уже дальше, так сказать, транзитом через нее переправлялись к берегам Средиземного моря. А что касается благовоний, то здесь как раз-таки Аравия, Аравийский полуостров, всегда была лидером производства и торговли вот этими благовониями благодаря тем мироносным растениям, деревьям, которые произрастают почти исключительно на ее территории, благодаря тому дорогоценному ладану, который там добывался, который по своим качествам, по своему достоинству намного превосходил благовонную смолу того же ливанского кедра, которую можно было встретить и на берегах Средиземного моря, как раз-таки вот на территории современного Ливана и отчасти тоже Палестины, где тоже добывалась, производилась вот эта благовонная, благовонная смола. Но самые драгоценные грузы, благовония и специи поступали как раз-таки через вот ту пустыню, которая отделяет собой Аравийский полуостров от Средиземного моря. Караванами привозились эти ценнейшие, драгоценнейшие товары, которые зачастую просто мерились на вес золота, привозились как раз-таки в одну из таких главных точек, откуда затем корабли и, опять же, торговые караваны развозили эти драгоценности дальше по всему тогдашнему обитаемому миру, который отчаянно нуждался и в специях, и в благовониях как для совершения богослужений и окуривания домов, так и, конечно, для приготовления пищи. И во многом от наличия специй зависел не только вкус свежеприготовленных блюд, но и возможность заготовить и сохранить какие-то запасы, припасы еды на какое-то более такое долгое время. Часто для того, чтобы отбить какой-то уже такой несвежий вкус, привкус, и для того, чтобы сохранить от повреждения вот какое-то там мясо или другие такие вот продукты, которые в обычном состоянии не хранятся слишком долго, они достаточно густо покрывались специями, что, в общем-то, могло сохранить их для более такого продолжительного употребления в пищу. И вот здесь как раз-таки древняя газа являлась одной из самых, может быть, значимых на протяжении веков гавани, через которые и вот таких торговых пунктов, через которые эта торговля совершалась. Ну, не стоит забывать и всевозможные драгоценные металлы, которые также перевозились по этому пути, и всевозможные ремесленные изделия, ну, а также и прочие многочисленные, разнообразнейшие товары, которые вот здесь, на этом перекрестке, торговом перекрестке Древнего мира, двигались в разных направлениях, в Египет, из Египта, в Северную Африку, на Балканы, Апенины, и вплоть до, в общем-то, самых западных пределов Средиземноморья, до Магриба и территории современной Испании, Иберийского полуострова, как он тогда назывался, торговлю, с которым также держали знаменитые мореплаватели финикийцы, а до них еще и их родственники филистимляне. Но еще до того, как этот город стал одним, одной из таких важнейших составляющих филистимлянского Пятиградия, где-то еще, по крайней мере, в 18-м, скорее всего, веке до Рождества Христова, здесь уже возникает первое поселение, так называемое Тельгаза. Тель, ну, как мы с вами уже неоднократно упоминали, это холм искусственного происхождения, который возникал благодаря тому, что постройки, которые в то время возводились, они делались, как правило, из глины, из необожженного, но высушенного на солнце кирпича, и поэтому служили, ну, не слишком долгое время, всего там максимум два-три десятилетия. Затем, как правило, нужно было разрушать эти глиняные постройки, ну, естественно, этот мусор никуда строительный не вывозился, а служил основанием для следующих таких же не слишком прочных построек. И вот так постепенно уровень за уровнем возникали вот эти города, которые становились все выше и выше. Конечно, изначально, как правило, выбирался уже какой-то холм, но дальнейшую высоту и дальнейшую площадь ему придавали как раз-таки вот эти многочисленные свои ярусы предыдущих построек. И так появлялся вот такой вот в значительной степени искусственного происхождения холм, который специально и называется вот этим словом «тель». Вот в основе древней газа лежит как раз-таки этот самый «тель», который подвергался раскопкам в конце XIX и в основном в начале XX века, который зафиксировали там весьма такие древние слои, восходящие, ну, по меньшей мере, к XV, а, скорее всего, даже к XVIII векам до Рождества Христова. Удобной была и гавань этого города, однако она находилась несколько дальше, примерно в пяти километрах от самого Теля и представляла собой как бы такой отдельный город, связанный, в общем-то, единым управлением с основным городом, находившимся на Теля. Но в последующие времена, поэтому долгое время носившие отдельное имя, в такие вот греческие, уже более поздние времена, этот город был известен как Майюм. Сейчас это фактически один из таких вот пригородов, ну, вернее, один из районов современной газы, которая весьма и весьма разрослась и, в общем-то, уже давно составляют единое цело со своей некогда удаленной и вот такой отделенной портовой частью. Этот город Газа упоминается в многочисленных древних документах, ранние упоминания о нем содержатся в документах, относящихся к правлению знаменитого и весьма воинственного фараона Древнего Египта, относившихся к периоду Нового Царства, так называемого, истории Древнего Египта, фараона Тутмоса Третьего. Также есть упоминания о городе Газа на знаменитой стеле фараона Меребтаха, относящихся уже к тому времени, когда Израиль покинул территорию Египта и вернулся, совершив вот свой знаменитый исход из Египта, вернулся на территорию земли Обетованной. Вот в этой стеле как раз-таки упомянуто и население города Газа среди прочих городов, которые подверглись вот этому возвращению воинственно настроенных на возвращение собственных земель, на вот такую треконкисту, отвоевание их двенадцатью племенами Израиля. Ну, надо сказать, правда, что с Газой древнему Израилю не очень посчастливилось. Эта часть страны была наиболее в культурном и военном отношении развитой частью ханаана, ханаанских племен. У местных хананеев или ханаанцев были в ходу и боевые железные колесницы, и боевые корабли, и поэтому здесь Израиль не мог ничего противопоставить, несмотря на все свои силы и свое такое вот воодушевление, в том числе и религиозное, такое религиозно-воинственное, не смог противопоставить той крепкой обороне, которую представляло из себя здешнее ханаанское население. Ну, а в одиннадцатом веке Газа оказалась захвачена воинственными народами моря, впоследствии известными как филистимляне, и вот такое своеобразное возникло государство, представлявшее собой коалицию из пяти городов, которая как раз-таки в качестве одного из таких главных и весьма блестящих и значительных входила и древняя Газа. Газа, Ашкелон, Аскалон, он же Азот библейский, ныне известный как Аждонт, Аждот, Экрон и Геф, это были вот такие пять городов филистимлянского владычества, которые на долгое время сделались такой, ну, подлинной головной болью двенадцати колен Израиля, сделались, так сказать, постоянным источником их преткновений и источником постоянных смут, раздоров и воинского противостояния. В этом воинском противостоянии наиболее знаменит и наиболее отличился легендарный судья народа Израиля Самсон, о котором повествуется в книге судей. Ну, во многом такие героические поступки, подвиги этого знаменитого судьи и такого своего рода богатыря народа Израиля выглядят, может быть, даже несколько такими уж превеличенными, настолько какие-то необыкновенные силы переполняют этого героя и в то же время, конечно, деятельность его носит такой несколько, ну, вот, противоречивый характер. Мы видим, что, будучи судьей Израиля и, в общем-то, являясь заступником, защитником своего народа, Самсон зачастую не может как-то сам при этом справиться со своей такой страстной натурой, природой, нуждается постоянно в каком-то таком женском обществе, общении с женщинами и зачастую далеко не только со своими соплеменницами, не довольствуется, так сказать, ну, вот, какой-то такой, таким честным законным супружеством, браком. Ну, собственно говоря, он является одним из таких первых назареев, не стрижет свои волосы и, в общем-то, по идее, должен, конечно, проводить образ жизни, ну, такой вот целомудренный, но вот его страстной, многогранной натуры на это, к сожалению, не хватает. И, с одной стороны, он, конечно, является для Израиля, ну, таким просто символом победы, символом борьбы за независимость, символом сопротивления иноземному влиянию. И многие из его подвигов тесно связаны как раз-таки с газой. Именно ворот этого города однажды ночью уносит Самсон на своих плечах, что, конечно, является совершенно таким удивительным, фантастическим поступком. Хотя, надо сказать, что, ну, судя по археологическим свидетельствам и раскопкам, в те времена ворота, городские ворота, конечно, не были столь уж огромными, как это может представиться кому-то в сравнении с воротами средневековых, например, замков или городов, где это такие совершенно огромные, да, деревянные, окованные железом, такие вот створы, конечно, и сами ворота, как правило, ну, то есть проемы этих ворот в древних городах не отличались, в общем-то, таким огромным, огромными такими размерами. Ну, в них, конечно, мог войти, как мы знаем, верблюд, огруженный поклажей, но, в общем-то, скорее всего, это был максимум того, что эти ворота могли пропустить. Поэтому, в принципе, в силах даже, ну, действительно отличавшегося необычайной крепостью и здоровьем человека, может быть, было бы и вполне возможным каким-то образом снять эти ворота и унести на своих плечах, ну, а тем более, если речь идет о Самсоне, силы которого были выше естественных человеческих сил, поскольку он вдохновлялся и наполнялся силой Святого Духа, силой Божией, и это, может быть, несмотря на всю такую кажущуюся легендарность, на самом деле, может быть и вполне таким историческим и вполне осуществимым таким в действительности фактом. Но здесь же, в Газе, к сожалению, Самсон заканчивает и свои дни, правда, кончиной его является, как мы знаем, тоже такой героической, будучи предан одной из своих таких вот неверных возлюбленных, которые он посещал и которые неосторожно выдал секрет благоволения к нему Божия и своих таких чрезвычайных сил. Самсон, будучи острижен, лишившись своего достоинства судьи и назорея через это, он теряет и свои такие сверхъестественные силы, ослеплен, заточен в Газе и там вынужден на потеху жителям крутить мельничные жернова до тех пор, пока однажды, будучи призван в дворец, где собирается все высшее общество Газа для совершения над ним очередных насмешек, он почувствовал, что волосы его отросли и легендарные силы к нему вернулись, совершает вот такой гибельный, но героический поступок, попросив отрока, который водил его, подвести его поближе к столпам, на которые он мог бы опереться, столпам, которые поддерживали кровлю этого здания, он, почувствовав возвращение к нему своих необычайных сил, обхватывает и упирается в эти столпы своими руками, обрушивает их и на его собственную голову и голову всех собравшихся филистимлян обрушивается свод и погребает под собой всех, кто находился в этом помещении. Таким был вот этот в каком-то отношении славный, в каком-то отношении трагичный конец этого знаменитого и такого очень яркого библейского персонажа, древнего судьи и, в общем-то, пророка народа Израиля, который на долгие-долгие века впоследствии послужил таким символом вот тех кроющихся в этом народе сил, сил, которые главным образом получает он как вдохновение свыше, как осенение свыше и благодаря которым и одерживает свои блистательные, знаменитые в истории победы. Но, как мы знаем, история израильского народа знает и многочисленные поражения, и в тот же период Судей, в тяжелейшем и катастрофическом для Израиля сражении при Авек-Езере, которое находится, кстати говоря, тоже сравнительно недалеко от современной Газы, примерно на полпути между Иерусалимом, современным и Тель-Авивом, совершается вот это сражение между объединенными силами 12 колен Израиля и пяти филистимлянских городов, с примкнувшими к ним ханаанским населением, сохранявшимся в этом крае. Несмотря на то, что войска Израиля сопровождал Ковчег Завета, их великая святыня, тем не менее объединенное ополчение Израиля было наголово разбито, множество воинов, множество мужчин было убито, либо захвачено в плен, были убиты мечом сыновья первосвященника Илия, а сам Ковчег Завета был захвачен в плен. Однако этот триумф не принес филистимлянам ожидаемой радости, и передавая Ковчег Завета из города в город, выставляя его по тогдашнему обычаю в святилище своих богов, которым они приписывали, естественно, эту победу, филистимляне столкнулись, ну, во-первых, с постигшими их всевозможными наказаниями, как-то болезненные наросты, которые появлялись на их телах, на их лицах, с нашествиями мышей, и в то же время к их ужасу в тех храмах, где оставался на ночь Ковчег Завета, ночью сами собой идолы пали, падали на свое лицо и разбивались в дребезги перед Ковчегом Завета, будучи не в состоянии выносить этой великой святыне, и те демоны, которые обитали в этих идолах, вынуждены были оставлять те святилища, в которых им приносились многолетние жестокие жертвы, в том числе человеческие жертвоприношения и жертвы, связанные с ритуальным блудом и прочими всевозможными мерзостями, и их, так сказать, земные вместилища, идолы просто сокрушались в присутствии святыни, Бога истинного, святыни Ковчега Завета с Израилем. Ну, что касается города Газы, то главное святилище, ее было посвящено Богу, который звался Дагон. В образе этого божества выражалось, ну, вот такое действительно морское происхождение этих народов моря, как их называют древние египетские хроники, филистимлян. Бог этот отличался тем, что имел частично антропоморфные, частично, так называемые, зооморфные черты, и половину этого божества, половина его тела составляла рыба, то есть это был такой своего рода Нептун, Бог морских глубин, и поэтому он зачастую изображается, ну, либо вообще его нижняя часть тела изображается в виде такого рыбьего хвоста наподобие русалки или русава, как это, в общем-то, этот образ присутствует в таком современном сознании, либо, так сказать, у него есть и ноги, и в то же время сзади у него растет такой большой рыбий хвост. Ну, поскольку вообще многие стороны жизни древних филистимлян, и, в частности, их морская торговля и мореплавание зависели как раз таки от милости этого повелителя морских пучин, то совершенно понятно и очевидно, что и главное божество обладало вот такими характерными чертами. Ему приносились в том числе и человеческие жертвы, и вообще это, конечно, такой был очень мрачный культ этого бога Дагона, поэтому ничего удивительного в том, что он, в общем-то, не смог выстоять против святыни Ковчега Завета. Так что филистимлянам пришлось этот трофей вернуть евреям, которые впоследствии сделали его, как мы знаем, главной святыней своего Иерусалимского храма вплоть до Вавилонского завоевания 586 года, когда этот Ковчег был утрачен, и до сих пор загадка его исчезновения будоражит человеческие умы. На эту тему снимаются всевозможные фильмы от документальных до художественных, пишутся книги, какие-нибудь очередные протестантские пасторы то и дело объявляют о том, что им удалось откопать эту древнюю святыню, обнаружить ее в своей церкви Завета, но, в общем-то, это все является очередным обманом и просто служит такому сиюминутному привлечению внимания. На самом деле мы знаем с вами, что Ковчег Завета являлся главным образом, прообразом Пречистой Девы, ее пришествия в этот мир, и, будучи прообразом, должен был уступить место своему первообразу, что и совершилось в событии введения во храм Пресвятой Владычицы Богородицы. Ну, это уже, собственно, выходит за границы нашей с вами беседы и сегодняшней нашего обсуждения. Но после всех этих событий, естественно, конечно, присутствие филистимлян в городе Газа не сходит на нет, не прекращается. Газа продолжает упоминаться в каких-то древних памятниках и документах, и, собственно, в самом Священном Писании, где она упоминается 22 раза. И, в общем-то, как такой постоянный источник опасности для Израиля и Иудеи, то и дело обретает свои очередные упоминания в священных библейских текстах. Но постепенно могущество филистимлян начинает меркнуть, сходить на нет. Как мы знаем, их могущество было во многом сокрушено победами и первого царя, единого царства 12 колен Саула, и в особенности его преемника, воистину святого царя, пророка-псалмопевца Давида, который сумел своими воинскими победами весьма ограничить воинские доблести филистимлян и их влияние в этом регионе. Ну, а затем уже, конечно, волны завоеваний Осирии и Нового Вавилонского царства, они наносят свои удары и по этим городам, так что постепенно филистимлянское население и филистимлянское влияние в них начинает уступать влиянию финикийскому. Финикийцы — новый торговый народ, который соединяет своими торговыми маршрутами все даже самые дальние точки не только Средиземноморья, но и, в общем-то, всей тогдашней Айкумены, даже за ее пределами. Как мы знаем, финикийцы доплывают даже до островов нынешней Великой Британии, где занимаются добычей олова и этот ценнейший, драгоценнейший товар привозят в Средиземноморье, где его достаточно мало, где он постоянно востребован. Вот финикийцы, они утверждают свое присутствие по всему побережью Средиземного моря, в том числе и в Газе. Но филистимлянское население продолжает сохраняться в Газе вплоть до IV века до Рождества Христова, а именно в 332 году, в сентябре-октябре этого года, Газа оказывается осажденной войсками великого завоевателя Александра Македонского и оказывает этому великому, величайшему полководцу самое ожесточенное сопротивление. В Курции Руфин, историк походов Александра Македонского, даже говорит о том, что для того, чтобы взять газу, Александру пришлось насыпать вал, такой вот, который позволил бы подняться до высоты стен газа, высота которого составляла 75 метров. Скорее всего, это, конечно, такое историческое преувеличение, но тем не менее понятно, какие огромные, в общем-то, трудности ожидали Александра для того, чтобы взять этот непокорный город. Гордые потомки филистимлян сражались здесь до последнего, и мужчины погибали на том месте, на котором держали оборону. Около 10 тысяч человек тогда, мужского населения Газа, было убито Александром при решающем штурме этого города. Штурмов было несколько, греки вынуждены были и возводить действительно вал, с которого могли бы обстреливать и штурмовать защищенный город, и делать подкопы, благодаря которым обрушивалась часть неприступных стен газы. И, наконец, один из всадников, гейтаров по имени Аптолем, герой осады Газы, первым врывается в город, вслед за ним хлынули и другие воины Александра Македонского. Сам великий царь оказывается во время одного из штурмов Газы достаточно тяжело ранен, копье из катапульты убивает его лошадь, пробивает его щит, панцирь, и наносит весьма такую болезненную рану, задев его плечо. Поэтому Александр, конечно, в невероятном гневе на этот город, все мужское население оказалось поголовно истреблено, вырезано, все женщины и дети поголовно проданы в рабство. Вот такая одна из трагических страниц жизни этого непокорного города. Древние евреи видели в этой осаде Газы Александром Македонским исполнение своих древних пророчеств о том, что Газа, как и прочие города филистимлян, будут полностью окончательно разрушены, и филистимлянская гордыня будет повержена силою Божию. И в этом, можно сказать, сбылись те многолетние, многовековые чаяния израильского народа, для которых вот это противостояние с Газой действительно было весьма болезненным, продолжительным и являлось источником таких вот постоянных скорбей, тревог, нападений и многочисленных, в том числе и поражений, которые древние евреи несли от своих воинственных соседей филистимлян. Ну, с завоеванием Александра Македонского надо сказать, что история Газа не прекращается, и хотя филистимлянское население со своим особенным наречием, со своими особыми древними культами и навсегда уходит с исторической арены, тем не менее, город этот достаточно быстро заселяется греческими колонистами, которые следуют за армией Александра Македонского, ну, а также местным, смешанным финикийско-еврейским населением. И впоследствии это такой город многонациональный, город, за который постоянно спорят и воюют наследник Александра Македонского, так называемые диадохи, правители Сирии, Антиохи и правители Птолемеевского Египта, эллинистического. Город переходит из рук в руки, в какой-то момент его подчиняют и весьма такой успешный, удачливый и крепкий полководец из династии Маковеев, Александр Янай, один из последних таких блистательных царей Маковейского еврейского царства. Но в 66-м году усилиями гнея Помпея Великого и его на тот момент еще менее известного соратника Гая Юлия Цезаря этот город переходит под власть Рима и начинается вот такой новый этап его истории. Но надо сказать, к сожалению, также этап достаточно кровавый, кровопролитный, однако не лишенный и света просвещения истины Христовой. В этот период новый период истории Газа сюда проникает и христианство и надо сказать, что христианство оставляет значительный и весьма важный, заметный след в истории этого древнего и в своем роде замечательного города. Ну, вот об этой христианской истории Газа мы с вами побеседуем в следующей нашей беседе, которая будет посвящена этому примечательному региону и этому значимому и привлекающему к себе и столетие в столетие внимания городу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...